А в Нижегородской области тем временем уже подсчитывают ущерб, причиненный ураганом. Накануне сильный ветер с дождем и градом обрушился на регион. Несколько населенных пунктов остались без электричества, а улицы Нижнего Новгорода залило водой. Не обошлось без жертв. Порывом ветра опрокинуло башенный кран. Один человек погиб, это крановщик, находившийся в тот момент в кабине. Илья Бухтуев с подробностями. Если бы не скорость ливневых потоков, то Нижний Новгород мог бы кому-то напомнить Венецию. Улицы превратились в реки, а на окраинах выпало столько града, что можно было лепить снежки. Вот один из автомобилистов делает очередную бесплодную попытку добраться до своего автомобиля, чтобы спасти вещи, находящиеся в салоне. Пелена дождя такая плотная, что различить девятиэтажный дом на расстоянии 100 метров уже почти невозможно. Порывы ветра, достигавшие 28 метров в секунду, ломали ветки деревьев и рекламные щиты, сносили крыши домов и на три часа вывели из строя сети мобильной связи. На одной из тройплощадок упал башенный кран. Погиб 42-летний мужчина, который в грозу находился в кабине. Вот кабина оторвалась. Видите, кабина где была? Вот видите, кабина упала. Вот он летел, еще кабина упала, и он еще вниз упал. Уже в кабине оторвано. Многотонная металлическая конструкция при падении упала на строящийся дом из-за дела жилой, проделав в квартире семьи Сергеевых огромную дыру. Бог отвел. Это они про то, что как раз в этот момент никого из них здесь не было. Мы надеемся, что все-таки из-за этого... Не знаем, какие перспективы. Нам надо сейчас все убрать тут. Сейчас уборка вот этого всего, и надо будет дома оставаться кому-то. Здесь все-таки техника, мебель. У нас мародеров тьмотьмущие на улицах. Сейчас увидят, узнают, забегут. Тут украли, там украли. Это вынесли. На утро придешь, ничего здесь не будет. То есть придется здесь ночевать. Теперь у жителей есть опасения, что жилой дом придется и вовсе сносить, поскольку в стенах появились трещины. Вот пол отошел, значит фундамент сдвинуло. Автомобилисты сегодня вооружились кто кружками, кто пластмассовыми бутылками. Вычерпывают воду из салонов и подсчитывают убытки. Примерно? Точно на 40. Уровень воды был где-то порядка 80 сантиметров. Много воды за текло? Да, я думаю, много там, но где-то там по уровню сидений. Машина заводится? Пока не пробовал, думаю, что подождусь завтрашнего дня, пока подсохнет. В некоторых районах Нижнего Новгорода пострадала система подачи газа. В области в нескольких деревнях ураган нарушил энергоснабжение. Деревья падая, обрывали лэп. Опасность возвращения грозового фронта в регионе сохраняется. Спасатели не исключают, что сильный ветер будет способствовать быстрому распространению огня и увеличит площадь лесных пожаров. Илья Бухтуев, НТВ. Корабли в Бухте-Новороссийской подверглись атаке смерчи. Сразу несколько вихрей возникли над морем накануне днем. Воронки исчезали и снова появлялись среди судов, стоявших на рейде. Обошлось без жертв разрушений. До берега смерчи не дошли. Однако всех отдыхающих с окрестных пляжей эвакуировали. По прогнозам синоптиков стихия еще себя покажет. В Краснодарский край перешел холодный фронт. И во многих районах объявлено штормовое предупреждение. Там ожидаются сильный ветер и дожди с градом. Кроме того, могут снова появиться смерчи.